Друзья, мы начинаем. Я хочу сказать большое спасибо Эмилии, которая согласилась выступить перед нами. И хочу сказать большое спасибо всем, кто пришел. И маленький комментарий. То, что вы видите на экране, это не является прямой иллюстрацией к рассказу, потому что это, конечно же, будет живая беседа. Но, тем не менее, мы постарались включить в число иллюстраций все самые главные работы Кабаковых и такую историческую канву создать, где будут и лица, где будут самые главные выставки. Я думаю, что это здорово, что это создаст некоторую атмосферу и даст ощущение того, что это за искусство и как оно живет. У меня первый вопрос, Эмилия. Встреча наша здесь и формат ее довольно-таки неожиданный. Мы действительно встречаемся на пороге выставки. Она уже готова, смонтирована, но она еще не открыта. С другой стороны, это некоторое будущее, в которое мы войдем совсем скоро. При этом эта выставка ретроспектива, то есть она показывает то, что было сделано вами, художниками. Это некоторая история про прошлое. И я очень хотела бы, чтобы вы, вот сегодняшние ваши слова невероятно важны для всех нас и для аудитории, чтобы вы ввели нас, рассказали про эту выставку и дали свои комментарии. Какие вот истории про прошлое, про будущее, про что эта выставка и почему она так важна для всех нас. Ну, во-первых, очень трудно говорить о выставке, которая еще не открылась и которую никто не видел. Гораздо легче. То, что вы видели, и если есть вопросы, я отвечаю на вопросы. А говорить людям про то, что вы не знаете, довольно проблематично. Поэтому начнем с названия. В будущее возьмут не всех. Это не потому, что мы решаем, кого возьмут в будущее, или мы думаем, возьмут, не возьмут. Это тот бесконечный вопрос, который художники всегда, во все времена, века и тысячелетия, наверное, ставили перед собой. Возьмут меня в будущее или не возьмут? Как я туда попаду? Мы просто его немножко переначиваем. И это название базируется на статье Ильи, которую он написал в 1982 году. В будущее возьмут не всех. Обсуждался вопрос, да, в будущее, наверное, возьмут не всех. А кто же решает этот вопрос? Как бы само собой понятно, что в будущее попадут далеко не все художники. Но кто попадет? Кто за это отвечает? Преподаватель твой, училище, профессор, историк искусств, искусствовед, критики, музеи, неизвестный. И вот этот вопрос поставлен как вопрос. Да, мы говорим, будущее возьмут не всех. Но на самом деле, если вы читаете эту фразу, вы тут же думаете, а почему? А кто? А зачем? А почему вы думаете, что не всех? А может быть, вас возьмут, а меня не возьмут. А может быть, меня возьмут, а тебя не возьмут. И тут уже начинаются целые дебаты. Даже многие обиделись художникам. Почему Кабакова говорит, что будущее возьмут не всех? Что они имеют в виду? Их возьмут, а меня не возьмут. Мы именно это имеем в виду. Всех не возьмут. Мы не знаем, нас тоже не возьмут, наверное. Потому что совершенно непонятно. Если сегодня ты в будущем думаешь, что ты оказался, и ты самый знаменитый художник, это совершенно неизвестно, что будет с тобой и своими работами завтра. Мы работаем уже вместе 30 лет. И я сама уже в искусстве 40 лет. И я хочу сказать, что я вижу случаи, когда невероятно знаменитый художник, я не говорю о ценах, которые за миллионы заваливаются, но он знаменит, он во всех музеях. И через 10 лет ты спрашиваешь, а где вот этот художник? У тебя говорят, кто? Никогда не слыхал, кто это такой. Вот это самое страшное для художника, когда он на много лет оказывается в небытие. Вы все, наверное, слышали о такой художнице, как Луис Буржуа. Вы знаете, она делает скульптуры. Если бы вы когда-нибудь знали ее историю, то вы бы обратили внимание, что Луис Буржуа практически с 30 до почти 80 лет, никто не знал, кто такая Луис Буржуа. Она работала, она никуда не исчезала. Она была в группе художников каких-то, не знаю, 30-50-х годов, но потом она исчезла полностью, и никто не знал, кто она такая. И вот неожиданно она возникла, начала делать вещи. Масса совпадает обстоятельств, по которым художника берут в будущее. И опять-таки вот она возникла, она самая знаменитая художница сегодня. Не гарантировано, что она будет через 100 лет такой же знаменитой художницей. Поэтому это невероятно волнительный вопрос для всех. В своё время мы сделали инсталляцию в Венеции. И это вот эта инсталляция, которая выйдет здесь, это как бы вагон, уходящий в будущее. Этот художник, который так стремительно бежал за этим вагоном и тащил свои картины, свернул их в рулоны, завернул какой-то там, я не знаю, что... Он вдруг увидел, что поезд ушёл в будущее, а он остался, его нет. Он бросил свои картины на перроне. В Венеции очень все, особенно русские художники, шутили. Ну вот Кабакова не взяли, они остались на перроне. Потому что картины-то валяются наши. Пройдёте через этот зал. Выставка действительно ретроспектива. Она начинается с ранних работ. Первые работы там, по-моему, 50-е даже годы, когда Илья ещё рисовал в стиле сезонизма такого. Это робкие попытки почти ещё студента, но уже художника. И он пробует свои силы. Маленькие работы, чуть побольше. И если ты следишь за тем, как развивается... А мы постарались сделать такой проход, как бы экскурсию по жизни художника. Очень важно смотреть и думать, что это не просто выставка. Вот я думаю, что мы удивили даже работников Третьяковки, которые на сегодняшний день уже привыкли ко всему. Они думали, вот сейчас приедут, ну, повесят картины, там, рисунки, разложат свои вещи и уедут. Они очень ошибались. Потому что три недели... Вот четвёртая неделя пошла, я тут сижу, не выхожу отсюда. Мы работаем невероятно дружной компанией. Они где-то в какой-то момент так прониклись, что они просто уже ходят и говорят, а лестницу, может быть, оставим? Она тоже так хорошо выглядит, как часть инсталляции. То есть они же тоже у нас партнёры на этой инсталляции. Женщины, которые здесь работают, они, если видят момент, что я остановилась там, что-то я стою, они очень так аккуратненько ко мне подкрадываются. Говорят, а вы не можете нам рассказать? Вот там мы прочли в лабиринте альбом моей матери. А это правда? Да, это всё правда. Когда Илье матери было 83 года, он попросил её написать воспоминания о своей жизни. Она написала. Конечно, из этого сделано художественное произведение. Но от первого до последнего слова – это правда. Это жизнь человека, который прожил вот такую тяжёлую, страшную жизнь. Мы издали книжку о Маж его маме, которая называется «Жизнь как оскорбление». Сколько женщин в этом зале, ну, может быть, вы все молодые, а вот ваши мамы и бабушки могут сказать, что они прожили свою жизнь – это жизнь как оскорбление. Это революция, это война, это бесконечный голод, это желание спасти своих детей, но не просто спасти их, а как бы помочь им стать на ноги, помочь им стать людьми. Если человек, ребёнок талантливый, я хочу, чтобы он был художником. Вот Илья мать, она посвятила свою жизнь, она голодала, она не имела места, она не имела прописки в Москве, если кто-то здесь постарше, а может быть, даже сегодня я просто неживо не знаю, он понимает, как страшно было в те годы не иметь прописки. Например, моя маленькая дочь, сегодня она уже, конечно, не маленькая, ей было 3 годика, 2,5 годика, она по сей день помнит, у меня не было прописки, мы жили в Загорянке, и пришёл милиционер, и моя сестра решила угостить его чаем. Вот сидит милиционер 3 часа и пьёт чай, а я с маленьким ребёнком на руках стою в туалете и показываю, чтобы она молчала, потому что меня 5 суток дадут на выселение. И я пока не могу получить эту прописку, хотя вся моя семья, мои родители все живут. Вот его мать никогда это не получила, она скиталась по углам, она всё это описывает. Муж бросил, не на что жить. Заработать она всегда могла, она была бухгалтер, то есть бедная, худая, бедная, она на хлеб себе зарабатывала, но она не имела своего угла. Первое, что Илья сделал, он купил ей домик, там, где жила её сестра, на Украине, в каком-то маленьком городке, и она переселившись туда, и я была в этом, я с ней очень дружила, была в этом домике, это было что-то ужасное. Ну, это как сарай, превращенный в квартиру, одна комнатка. Но она была настолько счастлива, что это её, что никто её оттуда никогда не выгонит и не выселит. Не важно, что там отопление не работает, не важно, что воду надо таскать откуда-то, но это её угол. Если вы спросите своих бабушек, тёть, вы поймёте, что это не единственная судьба. Это захватывает и судьбу всех людей. Вчера мне дали книжку, вот Тамара дала, её мама написала. И я хочу сказать, что я прочла почти всю книгу уже вчера вечером. Я сидела, плакала, мне нужно было куда-то идти, у меня глаза вот такие были опухшие, потому что, может быть, это немножко другая история, но это то же самое, это жизнь как оскорбление, это невероятные страдания человека, который никого и не обвиняет в этих страданиях. Он их принимает как должно. Ну да, вот так я живу, но мне не повезло. Это книжка, женщины, воспоминания о ребёнком она была, да, но это так страшно. Это до сих пор, вот я говорю, у меня мурашки по коже. И это можно перекинуть на любую страну. Везде, где была революция, везде, где прошла война, мы можем сегодня посмотреть, как бредут эти матери с детьми, это так же страшно. Вот это умение передать эту атмосферу, когда вы заходите в этот лабиринт, люди мне говорят, мы пугаемся, мы боимся, что мы не выйдем. Это не потому, что он такой длинный, или не потому, что там такая как бы тяжёлая атмосфера. Это потому, что мы сумели создать вот это ощущение лабиринта, в котором каждый из вас абсолютно понимает метафору. Это лабиринт жизни. Она заблудилась, она не приспособлена пробиваться через лабиринт жизни. Но и многие здесь присутствующие не приспособлены. Ты попадаешь и думаешь, я никогда не вижу. Но в какой-то момент ты понимаешь, на тебе ответственность, за твоих детей, за кого-то на тебе всегда висит ответственность. Ты продолжаешь идти, и в конце концов ты выходишь. Может быть, ты выходишь не в самое лучшее пространство. Вот эта вся выставка, вся инсталляция, да, она так построена. Ты идёшь от начала жизни этого художника. Ты проходишь через его страдания его матери. И это очень важно для него, потому что он говорит, что моя мама страдала. Я был мальчик, мальчик должен защищать свою маму. Я не мог это сделать. Я себя чувствую, как осталось ощущение бессилия, страха, невозможность защитить. Я думаю, что отношение Ильи к женщине бережное, невероятно, очень такое сострадательное. Вот эта эмпатия, которую он имеет, он всегда стремится помочь. Он никогда тебя не обидит и не оскорбит. Если он что-то даже не так сказать, он мгновенно бежит просить прощения, и ты себя чувствуешь виноватой, что ты, как же ты так поступила, что он просит прощения. Жалко становится, и ты мгновенно прощаешь. Но я думаю, что это идёт от мамы, потому что вот это ощущение, что я не мог защитить, и вот всех, кто рядом со мной, я буду защищать. Дальше вы видите картины. Я картины объяснять не буду, потому что они относятся к разным периодам его жизни. Я считаю, что картина – это то окно и в жизнь. Когда-то это, скажем, натуралистические картины, это ваше окно в жизни. Всегда было как бы. И это окно в большой мир, путешествие. Когда вы смотрите разные картины, вы погружаетесь туда. Но картина никогда не давала возможности войти в картину. Инсталляция даёт вам возможность. То есть если вы внимательно, когда вы входите в любую инсталляцию, вошли внутрь, посмотрели, к сожалению, здесь не так много, за исключением, скажем, такой инсталляции, как «Вудущее возьмут не всех» и «Пустой музей». Это да. Вы входите, вы внутри картины. Попробуйте посмотреть на неё, как на картину. Вы тот персонаж, которого не хватает в этой инсталляции. Всегда персонажи, которые в инсталляциях наших, они исчезли. Их нет. Человек улетел в космос. Он спасается. От чего он спасается? Он пытается улететь в другое пространство. Это сейчас не важно. Пространство смерти, пространство космоса, пространство другой жизни. Он пытается уйти от обыденности. Он пытается уйти от того, что его лично пугает, давит, устрашает в этой жизни и исчезнуть. Сколько раз в нашей жизни мы пытались исчезнуть? Очень часто. Ну, для разной причины. Вот вы входите, вам не позволено войти в саму, всталяется там, где катапульта, многие, наверное, видели, она была несколько раз в Москве. Но вам позволено заглянуть. Вот вы представьте себе эту атмосферу, в которой человек судорожно пытается спастись от реальности. Это бегство от реальности, конечно. Человек, убегающий в картину, он прыгает в картину. Или картина на полосах. Вы видите стул, ее здесь нет, но она есть такая инсталляция. Стул, на котором висит одежда. Он прыгнул в картину. Но картина – это небо. Он не улетел вверх, он просто прыгнул вниз. Вы можете прыгнуть в море, он прыгает в картину. Там много инсталляций. Там, например, есть инсталляция с мусором. Вот как бы комната человека. Это очень знаменитая инсталляция. Мусорный человек. И человек, который никогда не выбрасывал. Вот тут есть парадокс. Он мусорный человек, который никогда ничего не выбрасывает, потому что он вообще, вот как в Америке называют, хордер. То есть он собирает весь мусор, и столько уже живет в этом мусоре, что выбросить оттуда ничего нельзя. Ну вот вам эпизод. Я была в Санкт-Петербурге, и стоит рядом со мной женщина, которая убирает. Но она убирает, она любит чистоту. И она стоит, стоит, и потом говорит, водкает вот так. Весь мусор тут набросали. Потом приедут иностранцы, посмотрят и скажут, что русские, вот они живут в мусоре. Я говорю, простите, пожалуйста, а почему вы думаете, что это мусор? Она говорит, а что же это такое? Я говорю, ну смотрите, там таблички. На табличках написано пуговичка, которая оторвалась от моего жакета, когда я там шел в кино. Там какая-то обертка конфет, которую мне подарила Мария Ивановна и так далее. То есть, если ты внимательно смотришь, там очень много плохих слов. Мы их так сказали, чтобы вы не видели, но вообще-то есть, потому что и в этой жизни мы не можем себе сказать, что мы не употребляем такие слова и не ругаемся. Тут как бы такая фиктивная реальность. Ну, реальность все-таки. И этот человек, говорю, он никому не нужен. Ну, тот маленький человек, о котором писал Гоголь, о котором писал Чехов, он действительно маленький человек. Никто его не помнит, не видит. Может быть, у него нет семьи. Может быть, и семья его давно не обращает на него внимания, у них своя жизнь. И он создал себе музей вот из этих обрывков, обгрызков, карандашек, и ручки, какие-то старые фотоаппараты, и не знаю, что. Но это его жизнь, это его воспоминания. Таким образом получается, тут два лейтмотива. Один – это человек, который из мусора сделал музей, но это мусор его воспоминаний. И второй – что да, этот мир переполнен мусором. Мы все что-то выбрасываем, мы все что-то куда-то бросаем. Но даже этот мусор, который мы выбрасываем, является ли он мусором? Ведь он же связан с чем-то. Мы что-то ели, мы что-то пили, там были наши друзья. Это тоже наши воспоминания. Таким образом, либо мир переполнен мусором, либо мир переполнен нашими воспоминаниями, чувствами. И они не являются мусором. Вот тут каждый для себя должен решить дилемму. И тогда эта женщина, которая выслушивает, так сказать, ну, менее обширную тираду, чем я сейчас произношу, она мне говорит, вот да-да-да, я хотела сказать, у меня дома такое количество вещей, я ничего не могу выбросить. А моя дочка мне говорит, мам, выбрось, это мусор, замусорила всю квартиру. А я ей говорю, ну, как же я выброшу, это же моя память, это моя жизнь. Вот тут вот эта разница. Когда ты просто смотришь, не обращая внимания, конечно, это мусор, это чужой мусор. Но свой мусор, если вы придете домой и посмотрите, это не мусор, это ваша жизнь, вы его не выбрасываете. Какие-то старые туфли когда-то во мне, не знаю, кто-то, мама пошила. Вот мне девочки, когда мы делали тут инсталляцию туалет, принесли вдруг какие-то туфельки маленькие, вот такие. Это моя мама мне связала. Я говорю, что же вы мне их отдаете? Она же говорит, я же отдаю для искусства. Я говорю, не надо, заберите, пожалуйста, домой. Мама его связала, держи, вы же никогда не выбросите, держите дома. Ну, значит, масса таких вещей, масса таких инсталляций. Мы попросили не использовать аудиогайд. Я знаю, что это как бы для многих проблема. Вы привыкли, когда Вы приходите в музей, Вы втыкаете в уши или куда мы там втыкаете себя. Вот это вот голос. И с ним идёте. Вот, пожалуйста, не надо это делать. Вы идёте по инсталляции, Вы не идёте просто по выставке. В ней есть атмосфера, в ней есть настроение, в ней есть чувства. Они уже просчитаны и ориентированы на Ваше настроение, на Ваши чувства. Мы очень просим Вас просто. Если Вы что-то, понимаете, когда Вы там находитесь, начинается воспоминание, начинаются Ваши персональные эмоции, ответы, реакция на то, что мы делаем. Совершенно другое будет отношение к работам, потому что если я смотрю на чужую работу, и я ничего не ощущаю, я выхожу и говорю, поверьте мне, это плохая работа. Вот эти вещи, они немножко мешают. Конечно, есть вещи, которые надо объяснять, но мы считаем, там такое количество текстов, дай Бог прочесть хоть половину, потому что их очень много, они достаточно объясняют. И я считаю, что современное искусство, хорошее современное искусство, оно не нуждается в беспрерывном жужжании голоса, рассказывать тебе, про что это современное искусство. Мне все время говорят, люди боятся современное искусство, наши люди не понимают, они не привыкли. Я употребила одно выражение, но не хочу ругаться, скажу, что, знаете, что, простите, понимают. Если они обратят внимание на это искусство, если они хотят его понять, а не просто отбросить, я не хочу знать современное. Это уже не современное искусство. У меня была знакомая, которая говорила, ты не представляешь, когда Пикассо начал работать, я лично кричала, какая гадость, это невозможно, что он идиот, что ли, что он три носа нарисовал, там ли глаза косые, один глаз. Это ужасно, никто так не рисует. Вот вы сегодня смотрите на того же Ван Гога, Ван Гога не принимали художественный салон, не выставляли эти работы. Матис, их просто браковали, их не пускали. Вот помните, что их не пускали, а вы сегодня ходите и смотрите и думаете, как это невероятно, ну скажем, просто красиво. Вот это может быть и некрасиво, но это то, что сегодня, каким путем пошло это искусство. Оно могло бы пойти и другим, но оно пошло в атаке. Может быть, следующее столетие будет еще что-то другое. Не нужно отбрасывать, не нужно говорить, не хочу, это не понимаю и не люблю. В искусстве нет слова не люблю. Не любить вы можете платье, дочку, мужа и так далее. Искусство не надо любить, надо постараться его понять, посмотреть и прочувствовать. Это был следующий вопрос. Спасибо. Вопрос про эту выставку, потому что ретроспектива, она началась в Лондоне, открылась в Строидц Модрен, потом она была показана в Эрмитаже. И каждый из этих выставок, это была грандиозная история, и все они были на самом деле разные. Это было разное расположение работ в залах. И на московской выставке много, насколько я понимаю, больше десяти, а то и даже еще больше именно картин, которых не показывали на предыдущих выставках, будущее возьмут не всех. И графика, и даже инсталляция одна целая сделана. Скажите, пожалуйста, изменилась ли с этим именно интонация выставки, как вы ее чувствуете здесь, в Третьяковке, какая она сложилась, и какие вот она у вас вызывает чувства? Знаете, я не могу сейчас говорить, как она изменилась, она другая, конечно. В Лондоне она была в чужом пространстве. Есть такое понятие контекста, когда работы вывешены в чужом контексте, они выглядят иначе. Люди смотрят, они оторваны от того, что вы будете смотреть, и вы понимаете, что это история этой страны, она может быть расширена до международных масштабов, она расширена не только, что это советский человек, не надо так воспринимать буквально, это просто человек, этот человек реагирует, не находится ли он с Кубы, Мексики, Африки, они реагируют достаточно адекватно на эти вещи, и у нас просто были, когда вы летали в слезах, вот в Лондоне она была поставлена, а в лабиринт люди выходили в слезах, они не русские были, они просто сосочувствовали тому, извините, я только тоже так наговорилась сегодня, что просто, тому, что они увидели и почувствовали, на что они среагировали. Но есть контекст, и в этих картинах, и в этих инсталляциях она сегодня находится в своем контексте, это уже было видно в Эрмитаже. В Лондоне еще была очень крупная ошибка, в том заключалось, что куратор не дала разделить пространство, там, где были новые картины, и все картины, которые мы привезли, засунули в это пространство, поэтому была как бы такая ретроспектива картин художника в этом зале. Мы считаем, что не надо показывать все, что ты сделал, нужно показывать как-то все-таки инсталляционно. Каждая картина должна иметь воздух вокруг себя, пространство, и человек, когда к ней подходит, он должен иметь диалог между собой и этой картиной. Невозможно, их висит 10, они друг друга задавили, и тебя уже удавили вместе с собой. Поэтому уже в Эрмитаже вынесены были какие-то картины в другие залы, но в Эрмитаже была невероятно тяжелая ситуация, потому что очень плохое пространство, очень высокие потолки. Вот представьте, что на такой потолок у тебя картина висит, она просто пропадает, ты должен что-то делать. Но зато там получилось, что обнаружили, что на картины нужно бросать свет более ярко, тогда они выглядят как старые картины. То есть, оказывается, на современную картину можно бросить свет как на старую, и тогда она получает глубину, она сверкает. Все обвиняли в том, что почему Кабаков использует такие яркие краски. Ну, совсем потому, что он не умеет рисовать, или он не колорист. Он колорист достаточный. Дело в том, что старые мастера рисовали яркими красками. Когда мы сегодня смотрим, они же потускнели, они под... И мы думаем, какие благородства, какой красок. Да это не те краски. Когда их почистим, вы увидите вот то, что здесь. Они сверкают, они яркие, они детские. Но мы забыли про это. Прошли столетия, и мы видим то, что мы видим, мы видим очень такие мягкие, камерные, коричневатые тона. И мне вот, например, здесь электрики говорят, но мы всегда освещаем желтым светом. Я пришла, он хотел мне сделать подарок и сюрприз. Он осветил желтым светом. Я пришла, думаю, что это за кошмар такой. У нас все картины желтые. Я говорю, а почему у нас такие желтые? Он говорит, он как желтые лампы. У нас все искусствоведы любят желтые лампы. Можно убрать желтые лампы? Белые можно поставить? Вот мы все лампы собрали со всего музея, белые лампы. А теперь, по-моему, вся Москва ходит и ищет белые лампы, потому что нам не хватает пока что. Скажите, пожалуйста, именно про эту выставку. Был ли какой-то драматический, такой яркий момент подготовки к ней, который останется у вас в воспоминании, и станет такой вот ассоциацией с этой историей московской? Было несколько просто детективных историй. Я думаю, что мы их публиковать не будем, озвучивать, так как говорят в России, не будем, потому что люди обидятся. Мы взяли несколько картин, которые там даже человек не хотел давать. Были переговоры длительные с большими скандалами. Я человек, который не просит, не унижается, поэтому в данном случае просто я так объясняю, кто этот человек есть и так далее. Ну, все закончилось благополучно, картина будет выставлена. Не буду говорить, какая картина, но она будет здесь. Сегодня она прибыла в Москву, завтра она пройдет таможню, мы ее выставим. Но просто в какой-то момент мы же думали, что, ну, я не знаю, роман писать будем об этом, естественно. Если бы она не прибыла, я бы точно написала всю историю. Сейчас не буду. Вопрос, который волнует всех и его часто вам задают, но тем не менее важно, чтобы это прозвучало. У вас такая уникальная история, что вы работаете с Ильей в тандеме уже много лет. К сожалению, Илья не смог пролететь в Москву, но его незримое присутствие и на открытии выставки сейчас. Вот это очень важно. И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали в двух словах, как вы начали работать вместе и вообще вот всю эту удивительную историю вашего союза. Ну, поскольку я сегодня вообще специфически злая по этому поводу, сколько меня обозвали менеджером, и не первый раз, я не менеджер, или я бы не жил с менеджером, скажем, просто так нормально выражаюсь, он бы не жил с менеджером. Мы очень давно знакомы с Ильей, мы всю жизнь знакомы, он двоюродный брат моей мамы, поэтому я знаю, что когда мне был там лет 6-7, Илья уже учил меня рисовать какую-то куклу с закрытыми глазками. Поверьте, я кроме этого ничего рисовать не умею, так и осталась с этой куклой. У меня здесь диплом чертежника-копировщицы, я вообще-то профессиональный музыкант и специалист по Фабреже, работала в Содби на Фабреже, но я не рисовала. Я недавно совершенно, когда начали говорить, что я менеджер, вспомнила, между прочим, у меня диплом чертежника-копировщика, я умею чертить, рисовать, можно ли, на эту чертюху довольно хорошо. Когда Илья выехал из России, мы были знакомы, я не принадлежала к кругу художников, я ходила к Илье каждую неделю в мастерскую, но тут отдам секрет, который Илья сам недавно только узнал, он говорит, я никогда не понимал, почему ты приходишь. Оказывается, его мама меня просила просто в неделю прийти, посмотреть, что он ест. Я приходила, заглядывала в кастрюльки, на кухню, потом докладывалась. Но мне было лет 16-20, поэтому для меня это было нормально, а он не понимал, что я там делаю. Когда он выехал, я уже работала, я была куратором коллекции частной, покупала для них искусство, не только современное, там и Ван Гог был, и прочие все художники. Илья сделал первую выставку, и я сказала, что если ты хочешь, я буду помогать. Он говорит, ну ты не можешь помогать, ты же музыкант, ты руки испортишь, я же работаю с мусором. И действительно, первый год, когда мы начали ездить, он мне не давал прикасаться к мусору. Но потом как-то началось с того, что я начала, там была такая инсталляция, жизнь мух. А там надо было нанизать пару тысяч мух на ниточку и наклеить клеем. Вот я сидела за столом и клеила этих мук, и он их развешивал. Мы все сами делали, еще начали тоже. Ну мы все время делаем все основное сами, но вы понимаете, что мы не можем построить, это строят. У нас с самого начала была установка на музей. Мы работали исключительно в музеях. Не коммерческие. Мы как бы сразу вдвоем решили, что это дело не в продажах, дело не в коммерческой. Будет хорошо, будет. Не будет, не будет. И я никогда не попрошу его делать работы на заказ, потому что нет денег. Как-нибудь мы выживем. Мы хорошо выживаем, поверьте, неплохо. Но мы не работаем на заказ. А вот это какой-то паблик, мы делаем публичный проект, это скульптуры или такие детские, вот мы сделали сейчас. У нас был проект, его только что купила Калифорния, он будет детская площадка. Это да, но когда нас просят коллекционера сделать картину, нет, мы не будем делать. На самом начале был замечательный эпизод, какой-то коллекционер во Франции подошел, говорит, ко мне подошел, говорит, а вы вот не можете, даже какой-то 89-й год, вы не можете попросить Илью, чтобы он нарисовал мне картину, мне для гостиной нужна картина. Я говорю, ну Илья не рисует ни на заказ. А там что-то сложного не надо, сделает мне это, у меня такая, фиолетовых тонах, мне нужна фиолетовых тонах, потому что у меня вся обивка фиолетовая. Я говорю, вы извините, пожалуйста, вот я не думаю, что вам подойдет Илья, вы попросите кому-нибудь другого. Он говорит, а почему не подойдет? Я говорю, а он не рисует фиолетовых тонах, у него все в тонах, вот извините меня, говорю, говна. он будешь никогда к нам не подходил ни по какому поводу но так мы и работаем то есть мы довольно таки не очень политизирована корректно политически корректные фигуры в отношениях с такими людьми но я думаю что мы достаточно хорошо иметь свою установку как мы работаем вместе мы всегда говорим что вообще-то это тоже как вы выходите замуж вы хоть и полюби правильно и это лотерейный билет вы не знаете выиграть или вы или не выиграть и мы выиграли мы вдвоем невероятно нужно уважение потому что конечно несмотря на то что или я говорю что мы один человек мы разные люди или я меня сконцентрировал потому что я могу с этими проектами бегать по всему миру делать миллион проектов сразу меня концентрирует когда я начинаю зарываться у меня говорит у нас между прочим вот тут сейчас проходит что-то надо сконцентрироваться мы тут работаем потому что я уже хочу быть в марокко в этот момент и там что-то делать но такой проект есть как корабль толерантности мы работаем с детьми то есть как бы вот это исключительно как бы мы вместе но это мой проект я им занимаюсь уже 13 лет и вот тут я уже очень нервничать у тебя вечно нет и вот где-то в этот момент в египте там я не знаю что ты делаешь на кубе в москве эти дети перевозятся они делают строится корабль опять где-то какие-то феноменальные поступления что детей приводим и международному одному уровню вы все дети вы все вместе вы будете строить этот мир давайте политиков отбросим давайте мы все вместе меняем мир эти я думаю советские последствия потому что вот как бы романтика утопия давайте мы ее все-таки в этом притворим нельзя притворить жизнь дочь попробуем с детьми очень легко это объяснять они верят и них есть энтузиазм тебе сказать поехать на целину ты едешь на целину в 15-16 лет я сказать полетишь на луну летишь на луну тебе не важно там погибнешь а на северном поле холодный ты вообще с голоду пропадешь ты будешь это делать и вот когда ты предлагаешь сделать что-то хорошее они невероятно отзываются на это они все начинают дружить и делаю действительно но что очень интересно не еще за собой взрослых затаскивают в этот мир фантазии весьма успешно почему не обвиняют обвиняют значит как бы или называют менеджером иногда замечательный менеджер почему это так обидно каждый из вас ведет хозяйство дома но вы имеете свои профессии и вы знаете что вы все креативные люди потому что неважно чем вы за не занимались у вас есть свой мир и есть свои фантазии это ваша жизнь а то что вы готовите там суп или вы делаете котлеты или в этом убираете в доме это то что вас жизнь заставляет дело до меня жизнь заставляла делать очень много очень много то что мыть полы где-то что-то прокормить своих детей но это же не означает что я менеджер я занимаюсь всем тем чем я занимаюсь потому что а кто же будет этим заниматься у тебя есть чувство ответственность я воспитала своих детей потому что кто же будет воспитывать моих детей я дала им образование платила за это сама же кто же за них заплатит если я не заработаю эти три копейки не заплачу за это образование они выросли они воспитаны так как я думала и И дело не в деньгах, дело в том, что ты хочешь вырастить хороших людей, ты хочешь сделать хорошие проекты. Эти проекты – это наши дети, и мы отвечаем за них. И понятно, что Илья и Илья безумно переживаем, если что-то не получается. Мы делали в свое время по 40 выставок в год. Я не говорю организовать эти проекты, продумать эти проекты, создать их, когда мы работаем. Мы там сидим 24 часа. У нас замечательный эпизод был в Эрмитаже, когда мы первый раз приехали. Мы приехали туда, и нас вся охрана каждый раз проверяла, но только что не раздевала, потому что мы эмигранты, мы тут не живем. Вот приехали в Эрмитаж, непонятно кто, непонятно что делает тут. Начали работать. Работали мы месяц, строили, это 2004 год. Под конец вся охрана Эрмитажа вызвала меня в какую-то охранку комнату. Я смотрю, на столе стоит закуска, и водка, и коньяк. Они говорят, мы знаем, что вы не пьете. Но мы решили за ваше здоровье с Ильей Иосифовичем выпить, потому что мы поняли, что вы настоящие художники. Вы так работаете. А вот тут до вас приезжал Сутомблый, так он аферист. Это, они говорят, одно из самых знаменитых художников мира. То есть у людей другой критерий. И теперь, когда мы приезжаем, я Петровскому сказала, что вы знаете, Михаил Борисович, мне кажется, что если я буду выносить из вашего музея вещи, они меня не остановят. Он говорит, разве? Мне кажется, они вам вынесут их. Спасибо. Ужасное советское время на жизнь матери Ильи, людей, которые действительно не могли жить так, как они хотели. Они мечтали вырваться из этого при любой возможности. Есть история работы с детьми, есть паблик-арт и есть английская история. Вот какая из этих мелодий, с точки зрения вашей, с точки зрения Ильи, какая это самое любимое, самое для вас острое? И как вы думаете, какая из них будет звучать и звучать? Мы никогда не можем этого сказать, потому что для каждого человека это звучит иначе. Для каждого исторического периода эпохи это все звучит иначе. То, что сегодня для нас еще же... Когда мы в 2004 году делали выставку, люди приходили и говорили, а чего они нам об этом говорят? Мы сами это прожили. Потому что весь этот период еще был жив, еще люди жили в коммуналках, еще это болело внутри и существовало. Сегодня молодежь подходит и говорит, мне бабушка рассказывала, мне мама рассказывала про это. Они не жили. Но и за границей они не жили такую жизнь, тем не менее, воспринимают. Почему? Это всегда не настоящее. Люди думают, что это настоящее. Придуманные персонажи, придуманные истории. Голоса, которые там звучат, это групповое какое-то видение, звучание вот этой атмосферы, вот этого воздуха, этого мира, в котором люди жили. Это даже не сами люди. Это вот эти маленькие белые человечки. Это души этих людей, которые там остались. Вот там вы увидите, летают кастрюли из сковородки и там, не знаю, миски в коммунальной кухне. Но это же не кастрюли из сковородки. Что-то произошло. Мистическое явление. Это мистика. Они летают потому, что там в этот момент эти души что-то делают. Они остались. Они жили на этой кухне. Они погибли в этом пространстве. И вот их души как бы вернулись. Конечно, может быть, это религиозно. Может быть, нет. Это мистика, она такая понятие странное. Мы можем с ней играть, мы можем верить, можем не верить. Но вот вы видите маленькие белые человечки. Откуда они появились? Что они собой представляют? Они на картинах. А может быть, это души художников. У нас есть замечательная изставляющая мост, который, когда люди заходят, идут по мосту. И там все картины стоят лицом к стене. И эти маленькие человечки разбегаются вокруг. И темно. Есть какое-то там объяснение. Но когда ты смотришь, ты начинаешь думать. У тебя нет объяснения. Что-то написали. Но у тебя возникают свои мысли. Души художников, инопланетяне. А что же это может быть? Это интересно. Ты тут же включаешь свою фантазию. И вот в каждой такой инсталляции, насколько включается твоя историческая память, твоя генетическая память, давайте скажем сегодня так, твои собственные эмоции, то, что тебе нравится, не нравится, люблю, не люблю. Тут включается все. Например, мы выставляли альбомы. Альбомы на самом деле можно воспринимать по-разному. Это 10 персонажей. 10 персонажей художников, которые все исчезают. Рассказывается история персонажем, потом самим, может быть, иногда автором, о его болезни, о его проблемах. И вот он исчезает. И тогда даются комментарии. Комментарии даются философам, теологам, искусствоведам и обычной женщине. Женщины, они все так очень серьезно, очень проблематично объясняют, что это за персонаж, почему он исчез. Там соседка рассказывает его историю. Он всю жизнь прятался в шкафу. Он был ребенком. И вдруг в один день мы приходим, и он исчез. И вы рассмотрите альбом. Кстати, альбомы можно листать. Только, пожалуйста, аккуратно, чтобы не рвались. Они очень тяжелые листы. И вы думаете, он исчез. Он что-то там называл. Он потихонечку открывает дверцу. Он начинает видеть комнату. Сначала слышит, потом видит. Потом видит балкон, видит улицу, видит район, видит страну, видит землю, видит небо. И вот начинаются только какие-то обрывки. Все, что он видит, вы видите обрывки. Это мистика. Это что-то происходит. Это персонаж. У него в жизни что-то очень интересное. И когда ты смотришь, ты начинаешь неожиданно понимать, что и я в этой жизни, жизнь поставила меня в условия, когда я как в шкафу закрыт. И надо вырваться из этого шкафа. Надо расширить горизонт. Надо что-то делать. Или я сделал. Я тоже был так, боялся. И потом вышел. Человек боится выйти на середину. Но заходит женщина и говорит, какие замечательные детские истории и рисунки. Ну просто иллюстрирована книжка. А где мне можно купить такую книжку, я буду на ночь читать своему ребенку? То есть она видит не историю десятих художников, она видит историю детских персонажей, рассказов очень пригодных для чтения дочки, развивать свою дочь. Заходит другой человек и говорит, прекрасные рисунки. Какой талантливый этот художник рисует. А на самом деле это же просто литература. Единственный человек за все годы, что я видела, что показывали альбом, и заходит и говорит, феноменально. Это же история современного искусства. Вот абсолютно все движения. Но ты должен иметь в голове визуальный ряд всей истории искусств, для того, чтобы увидеть ее в этих десяти альбомах. Это редчайший вариант, потому что он не просто искусствовед, а у него действительно в голове вся история искусств визуально уже заложена. Спасибо. Мой последний вопрос, потом у нас будут еще вопросы из зала. Вопрос у меня такой. У вас на самом деле есть абсолютно уникальный опыт понимания мира современного искусства. То есть вы общаетесь с директорами крупнейших музеев, вы общаетесь с крупнейшими коллекционерами, с людьми, которые делают артфейр. С другой стороны, конечно же, с художниками и с детьми. А скажите, пожалуйста, вот ваше ощущение современного искусства, которое сейчас, которое вот только вот на пороге, ну, некоторое как бы ваше ощущение миссии художника современного изменилось? Оно как-то по сравнению с тем, что было раньше? И вот что вы сами любите и хотите видеть в искусстве? Вы, Илья, что для вас важно в современном искусстве? Я даже не могу ответить на такой вопрос, потому что, а, во-первых, говорить о миссии в искусстве, это немножко другие художники, которые будут говорить о миссии в искусстве, о своем долге перед искусством, о том, долге перед людьми, и богом, я не знаю, там, перед чем. Мы немножко работаем больше от фантазии, там, визионерства, видения. Долг, не знаю, ты имеешь какие-то человеческие чувства, ты имеешь человеческие обязанности. Долг художника... Нас очень часто, кстати, на Западе задают тот же вопрос, потому что очень много художников, вовлеченных в политику. Мы не политические художники, мы не диссиденты, мы не какие-то там политики. Мы считаем, что есть какие-то обязанности художника, это культура. У тебя есть обязанности перед культурой, у тебя есть обязанности перед людьми, потому что культура – это то, что делает нас людьми. Да, мы верим в то, что культура делает нас людьми. Иначе мы бы сидели еще в пещерах и грызли свои кости. Мы должны оберегать то пространство храм-культуры, которым является для нас музей. Может быть, очень старомодно, может быть, очень такой старорежимный взгляд. Мы считаем, что, пожалуйста, уважайте пространство музея, воспитывайте своих детей. Я пришла в музей в Финляндии, привели этих маленьких деток. Они очень аккуратненько сели на пол, они взяли рисунки, их начали учить рисовать. Они перерисуют картины, им рассказывают. Они ищут, что на этих картинах тебе нравится, не нравится. Ты их из детства приучаешь. Ты пришел в храм, веди себя как положено. Ты пришел в церковь, ты не будешь прыгать и скакать и плеваться. Мы там не ругаемся, мы не бегаем, как сумасшедшие, мы не приносим туда пить и поесть. Почему мы позволяем себе это в музее? Конечно, меня Илью возмущает, когда человек становится какая-нибудь девочка, у нее за спиной такой маленький хорошенький рюкзачок, она вот так очень аккуратненько двигается к картине прессионистов и снимает свое селфи. Ее не интересует картина, ее интересует... Посмотрите на меня, какая я красавица. И стою-то я перед вот этим... Вот кто там у меня за спиной? Я, главное, тут в музее. Пожалуйста, сфотографируйся в зеркале, пожалуйста, сфотографируйся на улице. Чему же ты хочешь показать, что ты в музее? Ты пришла в музей, расскажи о своих впечатлениях, расскажи о том, что тебя поразило в этом музее. Она ничего не знает. Я пришла на выставку и встречаю свою знакомую. Действительно, эпизод. Очень знаменитая коллекционерша американская. Я еще у выхода стою, я еще не прошла два зала. Она несется обратно. А я говорю, а ты что, уже все посмотрела? Да, но я уже везде сняла все. Сейчас я уже запустила в Инстаграм, я побежала, мне некогда. А она видела выставку? Она не видела. Ей не нужна выставка. Ей важно было, что она сняла себя, что она отметилась. Она была на этой выставке. И в Инстаграме все ее друзья и недрузья видят. Она была. Она первая успела попасть на эту выставку и себя прекрасно там отснять. У нас даже был скандал в Эрмитаже, когда девочка задрал ножку, почти уже задев картину, снимает. А мама стоит ее, помогает, там селфи снимает. Илья подбегает и начинает. Как вам не стыдно? Как вы воспитываете своего ребенка? Почему она сейчас заденет эту великую картину? Подбегает служительница, говорит. Вы какое право имейте нашим посетителям это говорить? Немедленно выйдите из зала. Что с меня его забирать? Потому что я просто испугалась. Ну, я думаю, что много вопросов, наверное, есть. И многие пришли сюда для того, чтобы спросить у Эмилии что-то для себя очень важное. Только кто-то мне поможет? Катя, как мне все? Давайте первую службу. Извините, я уже смущаюсь. Так, чтобы я слышала. Да, очень смущена я, собственно, вопрос. Но тем не менее, я как раз девушка с коммунальной квартиры. То есть я все это хорошо очень знаю и помню. Но тем не менее, я все-таки не понимаю, каким образом западный зритель так воспринимает то, что очень близко нам, тем людям, которые знают об этом, если не сами, как я, но вот от своих родителей, дедушек и бабушек. Вот ваше мнение по этому поводу. А он не воспринимает его так, как вы. Это не персонально, это не лично. Это критик воспринимает, во-первых, на художественном уровне. Он воспринимает атмосферу вот этой жизни. Был замечательный случай, когда я вот так читала лекцию где-то в Калифорнии и говорю, что люди жили в коммунальном апартменте, вот эти страдания, любовь, нелюбовь и так далее. Поднимается женщина в зале и говорит, а почему вы считаете, что это плохо, когда все люди... Вот мы, например, в какие-то там 50-е годы организовали коммуны и все жили вместе. Я говорю, простите, вот небольшая разница. Вы организовали и вы хотели жить вместе. Эти люди не хотели жить вместе. Они разных сословий, разные культуры, разного воспитания. Их засунули вместе в этот котел коммунальной кухни, коммунальной квартиры. И они там варятся годами, десятилетиями и не могут спастись, у них нет выхода. И возникают какие-то связи. Вот, например, мои родители жили в Москве, в Южевском переулке, в коммунальной квартире. В квартире 5 комнат, одна пустая, 4 живота. Они ругались бесконечно, потому что одна из них там была проститутка, извините, в настоящее время, а две были до революции, был красный фонарь, они там остались. Они ее очень презирали за ее профессию, потому что они к этому моменту уже выправились. Они ругали друг друга, они ссорились. Скандалы были на кухне невероятные. Но! Две вещи. Когда кто-то приходил, скажем, что что-то не так было, они мгновенно друг друга спасали и защищали. Если кто-то болел, они бежали за лекарством. Когда эту квартиру после перестройки расселили, или раньше, даже я уже точно не знаю, что я уехала, они через год практически все погибли. Потому что вот этот симбиоз возник за эти годы жизни. Западный человек это не понимает, конечно. Но он понимает саму вот эту ситуацию, когда человек вынужден жить в обществе, из которого выхода у него нет. Он живет нам насильно, выбраться он не может. Обстоятельства жизни таковы, что никуда ему не деться. Кстати, прекрасно это понимают кубинцы, мексиканцы. Очень хорошо. Потому что примерно такая же ситуация. Примерно во всех странах, где есть тоталитарный режим, что-то похожее. Они это не воспринимают буквально тотально, как будто бы это коммунальное апартамент. Для них это метафора жизни и метафора страны. Да, мы тут все вместе застряли на этой кубе, и нас не выпускают. Это есть. Или в Америке, там где-то мы живем, и все вместе. Мы не можем выбраться, мы не можем выехать. В очень многих ситуациях это воспринимается как ситуация. Не обязательно русская. У нас, кстати, есть знаменитая инсталляция – туалет. Туалет, который как бы изображает общественный туалет. Знаете, вокзальные были такие туалеты. Там эти стоечки без дверей. Человек заходит, женская, мужская плена, и неожиданно обнаруживают, что там очень хорошо, очень комфортабельно, очень буржуально живет семья. Да, у них фотографии, буфетик, у них эти вот олени там висит коврик, детские игрушки, детская кроватка, кухонька. Они очень устроились комфортабельно. Они над туалетом развесили веревочки, детское белье сушится, игрушки лежат на этом туалете. И вот началась такая интересная история. Значит, это в Германии было, 93-й год. Немцы спрашивают, а у вас все русские живут в туалетах? А мы говорим, ну вот до перестройки жило 10%, после перестройки 90%. Они записывают все это. А вот это коричневое, что мы там вверху, это то, что мы думаем, это есть? Да-да-да, именно это есть, он пишет. Русские устроили просто истерику нам. Это мы не живем в туалете. Вот такая лекция где-нибудь там, скажем, в Тексасе, и мы рассказываем, поднимается какая-нибудь русская студентка и говорит, вы извините, конечно, а почему вы нас, русских, изобразили живущими в туалете? Мы же не живем в туалете. Я говорю, давайте вам что-то объясню. Это не про русских. Это вообще не имеет отношения к России. Даже вещи, купленные были в Амстердаме для этой инсталляции, построенные в Германии. Это метафора жизни. Да, наша страна туалет. Я, например, как сегодняшний американский житель, я говорю, да, наша страна сегодня туалет. У нас там просто вся страна на два лагеря. Президент нельзя рот зашить, называется. Потому что он руками печатает, мне ответили. Когда я сказал, что эти рот, он говорит, он руками печатает. Наша страна туалет. Но, при всем при том, разве в туалете нельзя жить комфортабельно? А мы себе устроили очень комфортабельную жизнь. Это комфортабельная жизнь в той ситуации, в которой, казалось бы, жить нельзя. Понимаете метафору? Девочка мне отвечает, понимаю. Но почему же вы нас, русских, изобразили живущими в туалете? И сделать ничего нельзя было. Абсолютно. Хотя понятно, что это вообще-то, так сказать, действительно метафора жизни. Вот так воспринимают в разных ситуациях. Спасибо. Я хотела спросить, при создании ваших работ, вы когда-то вдохновлялись другими художниками? Или какими-то идеями из других периодов истории искусств? Может быть, древнего периода? Я не поняла вопрос. Ну, при создании каких-либо ваших работ, вы вдохновлялись другими художниками или другими произведениями известными? Вдохновлялись с эпохами, другими художниками, ну, как это, старейшими с другим воздействием? Знаете, это трудный вопрос. Он очень хороший вопрос, но он достаточно трудный. Потому что, да, конечно, ты вдохновляешься, ты реферируешь, потому что вообще-то все искусство, то, что мы делаем, это построено на референциях к культуре. Это может быть литература, это может быть визуальное искусство, это музыка, это, конечно, всегда что-то позади стоит. Но это тот багаж, который несешь с собой всю свою жизнь. Поэтому, естественно, несется русская культура, русская литература в голове у тебя. Ты с этим прожил всю свою жизнь, это то, чему ты выучился. Я немножко более, так сказать, в данном случае интернациональный человек, потому что я все-таки 45 лет не живу в России. Я уехала моложе, или я уехала 54 года. Да, он не перестроится. Когда тебя спрашивают, например, а вот как повлияло на него переезд в Америку? А никак не повлияло, потому что он не собака, которой поменяли миску, и он из этой миски ест, и теперь гавкает, вот как гавкает в этом месте. Это человек уже состоявшийся, уже со своей ментальностью, со своим культурным бакграундом, со своим культурным каким-то тем багажом, который у него во всех отношениях уже генетически там присутствует. Он ничего не может сделать с этим. Да, мы живем в Америке, но я, естественно, у меня и дети, и внуки, и сама жизнь уже, я достаточно, мне труднее здесь иногда, чем мне легче там. Для Ильи другое дело, он живет в мире фантазии, он не живет в реальности, никогда не жил на самом деле. Это не означает, что человек не приспособлен, но он пойдет и купит колбасу, если очень нужно, он пойдет там и что-то сделает, когда очень нужно, и заработает на хлеб тоже. Но голова не в этом месте, голова абсолютно всегда где-то. С Ильей нельзя говорить на бытовые темы. Я это подняла, когда мне было на 6 лет. Ты не можешь ему сказать, слушай, а я вот сейчас пойду, там мы там сломали, что-то поломалось, и там вода течет из крана, не работает кондиционер, на еду нет денег. Ты как-то должен выбираться, потому что у него сразу становятся отсутствующие глаза, его тут нет. Он будет отвечать, он постарается что-то сделать, но он не присутствует, он исчезает, он улетает. Это тот человек, который улетает в космос в этот момент, очень-очень страшное впечатление. Поэтому я научилась совершенно четко справляться со всеми проблемами, делами, выставками, жизнью сама, и у меня нет выхода. Я ответственный человек, я делаю. Но это не означает, что у меня нет фантазии, или я тоже не улетаю. Я очень люблю улетать, но я улетаю через литературу. Я очень много читаю. Здравствуйте, Эмилия. Меня зовут Ян Гинсбург, я художник. У меня к вам такой вопрос. В 2010 году были показаны картины «Collage of Spaces», и я хотел бы в связи с этим спросить, какие сейчас художественные задачи себе ставит Илья Иосифович, так как мне показалось, что для него живопись все-таки является, и картина вообще, в принципе, является определяющей во всем его творчестве. И даже инсталляция, и любая инсталляция, или детский рисунок, в нем присутствует некое отверстие, через которое мы переносимся в другое какое-то пространство. И будет ли представлена эта живопись на этой выставке сейчас в Москве? Спасибо. Много-много лет назад Илья сказал, что картина погибла. Он это публично говорил, картина погибла, и картина никогда уже не возродится, она погибший жанр. Вот инсталляция – это ее будущее. И совершенно неожиданно, вот вы абсолютно правы, он поворачивается. Он никогда не переставал рисовать картины, картины он всегда рисовал. То есть, если я могу сказать, что инсталляции мы делаем вместе, то картины, конечно, он делает Илья, он рисует. Он рисует всегда, эти картины очень частые, даже старые, вставлены в инсталляцию. Поэтому на Западе очень многие люди не знают, что Кабаков делал картины. Они говорят, почему он вдруг стал рисовать картины? Вот та картина, которая будет выставлена в первом зале, это мы и пытаемся провести мост между тем, что было сделано, скажем, в 70-80-е годы и сегодня. Потому что да, он рисовал, и да, он делал художественные картины, он не пришел к этому сегодня, просто вот так вытащил из небес. Картины коллаж, его интересует вот это соединение разных эпох, разных времен, разной глубины на одном холсте. Как художественные эпохи, художественные движения сработают на одном холсте. Вот это то, что он сейчас делает. Представлены работы в последних залах последних 10 лет, но не то, что он делает сегодня. Потому что то, что он делает сегодня, мы пригласили несколько американских критиков, и они сказали, что это вообще что-то совершенно новое, то, что никто еще никогда не делал, и мы боимся просто выпустить в свет, пока мы не сделаем большую выставку в музее. Поэтому на следующий день там есть 14 картин в этой серии, маленькие, большие, они очень другие, они имеют элементы барокко, их надо совершенно иначе вывешивать, иначе освещать, и, честно говоря, иначе объяснять, потому что соединение на одной картине, вот этого барокко, и он еще хочет достичь вот этой глубины, которая была в старых картинах. То есть она имеет другие краски, она имеет другие какие-то, ну я даже не скажу, визуальные какие-то критерии, но тем не менее, когда вы смотрите, вы видите совершенно неожиданное соединение, казалось бы, несоединимых элементов. Вот вы видите советскую картину, и вы видите вдруг то, что исторические какие-то элементы, я не знаю, там. И это очень интересно, это совершенно другие вещи, и ты чувствуешь глубину, есть пространство. Обычно современная картина очень плоская, у нее плоское пространство, там есть глубина, там есть то, что ты можешь войти, то, что мы говорили вначале, картина как окно, она разбита на какие-то элементы, что там очень интересно, там современное забивает прошлое, там вот эти прошлые референции к прошлым картинам, к прошлым движениям искусств, они вдруг на них очень сильно наезжает современное искусство, и задвигает его куда-то в угол, они перекошены и так далее. Но вот это то, что он сейчас все время делает, он, к сожалению, раньше работал целый день, сейчас вот врачи только разрешили от, там, скажем, с утра до 12, а потом уже делал, называется, что хочешь, спи, сиди, читай, рисуй, я не знаю, рисуй рисунки, но не может. Но он очень много работает, он продолжает работать. Мы вообще всегда работаем без выходных, у нас за всю жизнь, вот 30 лет мы вместе, может быть, было три раза, что мы попробовали поехать на отдых, Илья мне сказал, что хочешь, меня в дурдом забрали, что ли, и мы тут же уехали обратно. Но он действительно делает что-то новое, я просто не буду даже показывать такие вещи, потому что я не хочу, мы пока даже не коллекционерам, не нашим дилерам, еще даже нашим галереям мы не показывали эти вещи, это будет в какой-то момент выставка, нам сейчас предложили большую выставку, но у нас будет ретроспектива еще там в Далласе, в Нью-Йорке, и все вернее всего, что вот только тогда это будет полная серия выставлено, но еще и пока не готовы к такому. Да, я хотел еще сделать небольшой комментарий о том, что мне кажется, что есть такая тенденция сейчас в вашем искусстве, то что если раньше темы были связаны с советским, может быть, постсоветским пространством, то в последнее время ваша жизнь уже после эмиграции также стала сюжетом вашего искусства, то есть как бы искусство стало подпитываться не только исключительно из источника советской мифологии, но также и вашей личной жизнью, там, наградой, там, в Кремле, да, я вот видел фрагмент картины такой. В Кремле никогда не было. Нет, там вручение ордена какого-то было, по-моему. Это премиум империали, как Нобелевская премия в Японии. То есть, вот, но мне кажется, что есть вот эта тенденция, как бы введение актуального и современного того, что происходит в контекст работы. Нет, нет, это большая ошибка, это не актуально. Нет, дело такое, это опять-таки фантазия. Даже советские элементы, вот Илья говорил раньше, что я когда выехала из Советского Союза, я думала, что мне этого бензина хватит на всю жизнь, что машина моя будет идти, фантазии всегда на этом бензине. Он довольно быстро закончился, он, наверное, к 92-му году закончился. Если вы обратите внимание, очень много работы с ангелологией. У нас просто целая выставка есть все об ангелах. Она проехала полмира уже, и она сейчас дома. Тут какие-то элементы есть, модели, тут есть вот большая модель встречи с ангелом. На самом деле существует такая скульптура, она находится в Амстердаме и в Германии, две такие сделаны. Сейчас будет она, она должна была быть в Англии, но нас просят ее сделать в Китае. Мы что-то делать ее не хотим и не будем. А значит, в Англии пока вот ждем, когда передумает галерея, чтобы делать ее в Англии. Это все фантазия. И вот это то, о чем вы говорите, что даже это премиум империале нарисовано, это дело в том, что замысел был картине, как соединить какие-то несоединимые элементы и сделать на этой картине из таких, там очень много, много красочный слой, и Ильюин, она интересовалась чисто с художественной стороны, как сделать так, чтобы соединились вот эти цвета, там, когда вы смотрите внимательно, просвечивает, наверное, 7-8 слоев разных красок. Она очень интересная по этому эксперименту. А под руку попались очень хорошие фотографии, сделанные нашими друзьями во время вручения этой премии. Она была в 2008 году в Японии. Есть такой японский император, создал премию в честь своего сына. Она покрывает все те категории, которые не покрывает Нобелевская премия. Это премия империали. Все люди, получившие эту премию, являются национальным сокровищем Японии. И вот я теперь очень весело шучу по этому поводу, что мы родились в Советском Союзе, мы живем в Америке, но мы национальное сокровище Японии. Не шутите с нами. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо вам за ваш творческий тандем. У меня есть несколько небольших вопросов, которые, я надеюсь, будут интересны вам. Во-первых, как вы относитесь к тому, что Илья Иосифович в лекциях о тотальной инсталляции сказал о том, что зритель должен быть включен в это пространство, то есть в пространство картины, и свободно передвигаться. То есть не всегда, к сожалению, можно это сделать. И насколько это портит саму идею? Что с этим делать зрителю? Как вы думаете? Это не портит идею, это действительно дело в том, что когда делается инсталляция, просчитываются абсолютно все реакции разных зрителей, начиная от самого софистикейта, то есть там критик или искусствовед, историк искусств, и кончая вот той женщиной, которая только что прибежала из магазина, там, скажем, купила колбасы и решила зайти в музей посмотреть, потому что все об этой выставке говорят. Они, конечно, понимаются на разных уровнях. Когда человек заходит, вот тут мы говорим, срабатывает ваша память, срабатывают ваши чувства, и это просчитано все, там заложено. Но это и есть магия инсталляции, что она вас затягивает, меняется все пространство. А тотальная инсталляция – это то пространство, где мы красим пол, стены, потолки, меняется свет, даже голоса, можно включать что угодно – музыка, голоса. Мы даже пробовали несколько раз делать с людьми. Были замыслы, когда сделать с людьми, но получалось, не получалось. Дело в том, что в театре актер играет, а вы смотрите, вы зритель, вы никогда не участник, вы всегда зритель. И когда мне сейчас говорят, что вот начали экспериментальный театр, когда идут актеры, а зрители тоже как бы участвуют, вот это делалось в 70-е годы, я просто присутствовала в Америке, в Сохо, там, Гриныч, давно это делалось. Все равно ты остаешься зрителем, все равно ты не знаешь роль, тебе дают эту роль, ты идешь по ней. Когда ты входишь в инсталляцию, ты уже не зритель. Ты видишь историю персонажа, и неожиданно ты становишься персонажем. Но еще кто персонаж? Все зрители являются персонажами. То есть ты и актер на сцене, и тот персонаж, который там живет. Тебя одновременно видно. Мы никогда не думаем о том, что нас видно. Это замечательно сказал Боря Гройс про кого-то. Человек что-то делал, он говорит, он думает, что его не видно. Нас всех видно. Когда ты идешь по инсталляции, другие зрители смотрят на тебя, как ты идешь, как ты реагируешь. Ты смотришь на них. То есть это такая интерактивная ситуация, в которой человек одновременно является и зрителем, и персонажем, и актером, и наблюдателем. У тебя много ролей. И вот эта уникальная возможность инсталляции дать вам эту вещь. Я не думаю, что это меняет отношение зрителя. И не меняет его отношение к произведениям искусства, не меняет его отношение к художнику. Просто художник, хороший художник инсталляции, он знает, что это произойдет, и он просчитывает реакции любого зрителя там внутри инсталляции. Если бы вы встретили любого посетителя в музее как раз, то могли бы вы его о чем-то спросить? Что бы вам было интересно узнать? Это очень риторический вопрос. Я встречу любого посетителя в музее, пойду к нему спрашивать. О чем я буду спрашивать? Не знаю, может быть, есть такие вопросы. Может быть... Немножко неспецифический вопрос. Да. Скорее, зритель подойдет ко мне и спросит меня, и тогда я могу ответить. Я зрителя спрашиваю, что я спрашиваю, вам понравилось? Что вам понравилось? Немножко наивно и глупо, спрашиваю зрителя. А вот как бы вы могли описать такое приятное чувство, которое возникает, когда знакомишься с вашим творчеством? А почему вы думаете, что приятное возникает? Потому что не приятно. По себе. Вот у вас приятно. А кто-то подойдет и скажет, какая гадость. Это ваша фаршированная рыба. Или там ваша вот эта вот инсталляция. Просто противно смотреть. Все. Это персонально. То есть это уже в зависимости... Это зависит от того, как вы реагируете. Это вот и есть ваша реальность, как зрителю. У вас приятная, у кого-то тоскливая. Вот в статье человек написал, они мертвые. Это потому, что Эмилия их делала. Это потому, что не Илья тут не было. А человек вышел и плачет. Ему не важно, кто делал. Он не знает, кто делал. Человек, который вышел и плакал, он не знает. Не знает Илью и Эмилию. Он совершенно не интересует. Он не критик. Его не интересует дело, это Илья и Эмилия. Он вошел и вышел с эмоциями, на которые его спровоцировала атмосфера этой инсталляции. Он реагирует адекватно своему ощущению, а не тому, что он должен написать для критической статьи. Это натуральная реакция. Не нужно спрашивать. Ты видишь. Очень открытый вопрос. Какие истории, может быть, вы бы хотели рассказать нам, но не представлялось никак случая? Я, по-моему, их рассказываю 24 часа. Уже я уже уставала. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Хорошо. Этого вопроса могло быть не быть, если бы я видел эту выставку. А вопрос о сравнении этой выставки с выставкой, которая была у Свибловой. Вот какая принципиальная разница между этой выставкой и та, которая была в Медиа-арт-музее? Ну, во-первых, когда вы видели эту выставку? Где? Лет пять назад. Вот эту? Нет, эту нигде. Вы не видели? Да. Поэтому вот можно ли так вообще сравнивать? Сравнивать не надо, потому что это совершенно другая выставка. Там ставились сопоставления двух художников. Реальных. Это был Кабаковый и Лисицкий. И тот омаж Лисицкому, уважение к другому художнику, нам очень трудно было делать, потому что не было работ Лисицкого. Если вы видели ту выставку, вы видели, что мы просто изобрели, мы напечатали обои. Потому что не еще было работать. Мы напечатали целые стены там. Но это было сделано, потому что Ольга не хотела брать артефакт, она не хотела брать то, что было сделано, и не было натурального. Осталось очень мало. Ничего почти нет. Все сделано. И она категорически сказала, не буду брать. Вот мы напечатали, а пришлось брать, потому что нам не с чем было работать. Но при всём при том нам нужно было показать вот эту связь поколений. И переход от Колесицкого, где есть связь и где её нет, где есть какие-то похожие вещи, какие-то фантазии, и где их нет, какая разница. Тут нам не надо ни с чем сравнивать. Вот это элитроспектива одного художника. Ну да, мы считаем себя одним. Значит, это элитроспектива жизни и работы, и творчества. А там это была другая история, это было сравнение, это была такая, как бы, я даже не знаю, ну, тут совершенно другое, мы не сравним такие вещи, нельзя сравнивать. И ещё один вопрос, наверное, мог бы я и сам что-то узнать. Его первые иллюстрации, я не помню, это было какое-то еврейское произведение. Да, нет, нет, может быть, ну, не важно, но меня поразило такое знание местечкового быта. То есть настолько скурпулёзное, такое впечатление, что он оттуда. Нет, он не оттуда, он прошёл по Белоруссии, когда ему нужно было писать диплому. Он прошёл по Белоруссии, а первая работа это была шоу «Малях и блуждающие звёзды». И он прошёл по всей Белоруссии, и он ходил с этим рюкзаком по погибшим еврейским селениям, где почти никого не осталось, потому что всех убили. И, ну, как бы все погибли в лагерях и убивали там. И он слушал эти истории, ему показывали какие-то книжки, какие-то рассказывали вещи. Он смотрел на эти пепелищики, это очень страшное было путешествие. И он воссоздал. Илья – человек фантазии, он не обязательно реально должен что-то знать. Он не обязательно должен жить в туалете, чтобы сделать заряд свой туалет, и в коммунальном апартаменте он никогда не жил, в коммунальном апартаменте. И для того, чтобы почувствовать эту атмосферу, понимаете? Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я хотела бы уточнить, вот все-таки, хоть вы и не политически настроены в своем творчестве вместе, я буду вас называть как вместе, как единое, ладно? Но, тем не менее, все равно это все очень остро социально. Ну и про коммунальные квартиры, и про «улетаю в космос», ну и про все остальное. Вот понятно, что должно было пройти какое-то время, чтобы вот, ну, как бы, грубо говоря, оглянуться назад и создать инсталляцию, которая вот погружает вас в какую-то вот элемент, элементы нашего прошлого, вы об этом начали говорить, что вот это часть нашей генетического кода. Вот если говорить о сегодняшнем дне, давайте представим, что мы улетаем вперед, и там где-то через 20 лет вы, дай бог вам всем здоровья и жизни долгой, задумываетесь наверняка, как художники, чувствуя вот биение времени, уже проанализировав, уже прочувствовав сегодняшний день, вот что из сегодняшнего дня могло бы стать вот частью вашей инсталляции, или вообще привлекло бы ваше внимание, как вот именно, ну, все-таки не хочется, говоришь, остро-социальный или политический, просто сейчас такое время, как очень сконцентрировано на социально-политическом аспекте, и вокруг этого все как бы крутится, бытовуха вся куда-то улетела, и мы все тут остались вот с этим совсем. Вот если туда вперед и посмотреть назад, что из этого вот сегодняшнего вам было бы интересно? Во-первых, нет вчера и сегодня, потому что все в жизни это круг, если вы смотрите на сегодняшний мир, то он собой представляет коммунальную кухню. Если каждый из вас читает интернет и фейсбук, то вы увидите, что это настоящая коммунальная кухня. Люди комментируют, ругаются, спорят, какие-то вещи выставляют, даже ту еду, каждый заглядывает в чужую кастрюльку, в чужую сковородку. Я сама из коммуналки, я понимаю, что это, ну, из детской коммунки. Поэтому, во-первых, мы не живем в России, вы должны не забывать, что мы не живем в России, поэтому я России даже комментировать не буду, поскольку я не имею права. Прошу прощения, я не о России вообще, потому что сейчас вообще нет такого узкого России, а не России. Все вместе, вот мы. Мы реагируем на этот мир так же точно, как и все остальные. Нам что-то нравится, что-то не нравится. Мы не работаем от реальности, я уже это сказала. И коммунальная квартира тоже не сделана от реальности, она сделана от ощущений. Мы сегодня работаем с тематикой просто больше, возраст другой. Ты не так остро реагируешь на то, что происходит, потому что ты понимаешь, что завтра тебя не будет. Завтра будут делать другие художники. Это их надо спрашивать, как они относятся к завтра, и что она видит в завтрашнем дне. Мы не рассчитываем на завтрашний день свой, мы рассчитываем на исторический жизнь наших произведений. Мы не имеем возможности. Конечно, очень хорошо сказать, через 20 лет вы будете живы. Вы немножко забываете, что через 20 лет Илье будет 105 лет, и мне тоже будет 90 с чем-то. Поэтому это абсолютно не можем туда заглянуть. Это фантазия. Да, мы работаем от фантазии. Мы работаем с английской тематикой. Все-таки художник настроен на какую-то такую тонкую волну. Нет, художник не настроен. Это разные художники. Есть такой художник, как Аанс Каки, который реагирует. Вот подняли сцены на Real Estate и захватил кто-то вот эти дома. Вот он реагирует на этот захват. И выставляет в Гугенхайме выставку о том, как люди заработали деньги на Real Estate. Другая тематика. Другой художник. Мы не работаем, я сказала, от реальности. Мы работаем от фантазии. Илья и я очень фантазийные люди. Нереальные люди. Но коммуналки – это не фантазия. Нет, это фантазия. Это фантазия о реальности. Это нереальность. Он не знает эту Марию Петровну. Он не знает этого Ивана Петровича, который улетает. Или там Иван Трофимович, который едет за дровами. Илья никогда не видел. Он не ехал за дровами. Это все фантазия. Но это атмосфера. Это умение. Это талант художника почувствовать атмосферу. Он никогда не жил в Голландии. Он захватил тот элемент голландского города. Тогда я могу перефразировать вопрос. Если фантазийно обратиться к сегодняшнему дню, что захватывает фантазию сегодняшнего дня? Почему я вас откинула в этом разговоре на 20 лет вперед? Я понимаю. Я не могу сказать. Я не знаю. Посмотрите. Какие-то точки какие-то. Вам легче посмотреть на работе и сказать, вот Кабакова сегодня интересуется вот этим, вот этим, этим. Потому что, если я вам скажу, вы знаете, мы интересуемся, не знаю, чем. Я не могу вам сказать, чем. Мы очень многими вещами интересуемся. Меня интересует персонально меня, как завтра будут жить дети, что с ними будет. То, что происходит в мире с беженцами. То, что отобрали детей у матерей в Америке. Я этим занимаюсь. Вот по ощущениям, по ощущениям, как бы раньше, ну я не могу как бы судить вообще обо всем творчестве, я не такой специалист, но тем не менее, было коллективное восприятие, сейчас оно потихонечку сужается к человеку, вот к персоналити как бы. Это же тоже некое движение. Мы не были коллективными людьми. Не ли я, не я, не коллективные люди. Это персоналити. Фантазийное ощущение, да, вот от мира. Понимаете, это сейчас не вопрос, это дискуссия. У меня просто нет времени, извините, на дискуссию, потому что это риторические вопросы вы задаете. На них очень тяжело отвечать. Здравствуйте. А как или после чего к вам пришла популярность мировая? Ну как я могу ответить на такой вопрос? Как и после чего пришла? Я не знаю. Я не могу вам сказать, в какой момент она пришла или не пришла. Почему вы думаете, что мы так популярны? В мире просто три пары, которые работают вместе. Это Криста, его жена. Это Олденбург, его жена. Но, к сожалению, они уже не пара, они умерли. И мы. Больше нету. Мы довольно известны, как вот такая пара. Илья известен стал, когда он создал тотальную инсталляцию. До него этого жанра в искусстве не было. Он приехал на Запад. И хотя его считают вот здесь, что он привез туда советскую коммунальную квартиру, здесь его считают концептуалистом и основателем концептуализма, но одним из отцов концептуализма, на самом деле на Западе он известен не только, даже я бы не сказала, что известен как концептуалист. Он известен и во всей учебнике истории. Если вы посмотрите, он вошел как создатель тотальной инсталляции. И вот это и была известность. А когда она пришла, я не могу сказать. Я могу сказать, что мы в самом начале настолько харизматичны, что все к нам относились хорошо. Здравствуйте. У меня такой вопрос. В начале дискуссии вы сказали о том, что искусство нам не должно нравиться, мы должны его понимать, просто захотеть понять. То есть искусство нам ничего не обещало. С другой стороны, говорится, что вы досконально продумываете чувства людей, которые посещают вашу инсталляцию. У меня вопрос, зачем вы тогда это делаете. И второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, если есть такие инсталляции, когда вы не думали о людях, не думали о чувствах, а просто делали. Ну о людях мы думаем всегда, потому что есть художники, которые работают, разные типы художников. Есть художники, которые работают для себя. И это отношение между ним и его картиной, или его инсталляцией. Есть художник, который работает между мной и Богом. Если ты его спрашиваешь о зрителе, он ответит, а какого черта мне до этого зрителя? Это между мной и Богом то, что я делаю. Есть художник, который работает на зрителя. Мы работаем на зрителя. Для нас зритель чрезвычайно важен. Поэтому дело даже не в том, понравится вам или не понравится, но это понятие нравится, не нравится немножко. как бы вот мы не как бы я люблю эту картину или я вот тут люблю эту бутылку и никому не отдам на самом деле это тебе не нравится то что ты не понимаешь или у нас замечательно есть один коллекционер который я сейчас очень не может не элегантно выражусь но он пришел к нам в гости и сказал посмотрел работы и говорит ты знаешь илья вот я всегда понимаю что ты делаешь вот эту картину я смотрю я не понимаю вот тут извините меня где тут это нравится не нравится понимаете вот как бы вот все понимаю тут не понимаю нравится тут уже нравится не нравится вот что тут происходит почему я не понимаю ему просто нравится но ред всего вот такая вот тут подходит кто-то ко мне говорит потрясающе как это красиво как это казалось правильно картину поставить момент картина выносится оттуда она не заносится, но выносится, это нравится, понимаете, тут такая тонкая грань у зрителя, между тем, что тебе нравится, не нравится, что ты понимаешь, не понимаешь, что ты можешь предсказать, группируя этих зрителей, как бы ты рассчитываешь на человека и среднего, и, так сказать, интеллектуально невероятно продвинутого, и ребенок, который придет и что-то хочет увидеть, вот там модели, да, например, дети умирают над этими моделями, мы сделали высказку, у нас больше 100 моделей, у нас дома музей, у нас фондейшн, музей моделей, не картин, моделей, и очень часто студенты приходят, почему мы сделали, потому что мы поняли, что у нас 300, больше 300 инсталляций, мы никогда все инсталляции не восстановим, мы никогда не сумеем их поставить в музеях и нигде, поэтому мы решили их сделать в трехмерном пространстве, как бы трехмерными, и сделали модели, но оказалось, что модели любят все, потому что для взрослых это воспоминание о детском домике, это что-то меньше тебя, и мы остались с теми детьми, которые хотят что-то меньше меня, вот заглядываю туда, ой, как там какие-то тарелочки, не знаю чего, и выставка была в Хишфорн-музее в Вашингтоне, и она должна была идти три месяца, ее зрители попросили продлить на год, она занимала целый этаж, а дать в таком важном музее на год пространство, оно не отдано потому, что этот художник потрясающий, оно отдано потому, что зрители попросили, чтобы им оставили эту инсталляцию, там дети просто валялись около нее, они туда заглядывали, это вода текла, там у нас есть такой остров, который как бы остров натуральных ресурсов, вода, сам остров плавает в воде и течет, вода там всякие по этому острову трубы протянута, мы его сделали в реальности в Германии, но идея такая смешная, что как бы вот в одной стране набирается, проходит через все трубы прочистительные системы, причем вся мост весь трясется, вода это ржавая, по ржавым трубам мотор какой-то, который несет от него бензином, но она очищает, воду бросает уже в то же самое озеро чистую, мы понимаем, что это ирония, вот это всей ситуации, сейчас все почистим экологически правильно, вот у нас экологически чистят воду, эти дети не могли отойти от этой инсталляции, хотя казалось, они же не понимают, что это, не понимают, что это ирония, но визуально им нравится, вот это тоже просчитанный элемент, мы конечно не считали на детей, мы считали все-таки на взрослых, что кто не поймет всей многослойности, что-то поймет, поэтому вот так это работает. Завершаю, про мастерскую, два слова, это интересно, что мастерская Ильи, которая является таким очень своеобразным и волшебным на самом деле пространством, домиком построенным на крыше дома, то есть вот эта вот идея про улетевшего в космос, она еще в самой мастерской была воплощена, и сегодня был разговор с большим количеством участников на тему того, что мастерской будет новая жизнь, она станет музеем Кабакова в Москве, и мне очень интересно... Она не музей Кабакова, нет, она не музей Кабакова, она музей концептуального искусства в мастерской Кабакова, мы не хотели музея, да, с самого начала было. Да, да, и просто вопрос короткий, но следующий, вот в течение сегодняшнего разговора и вообще обсуждения этой идеи, возникло ли у вас ощущение, что это будет тоже очередная тотальная инсталляция мастерская Кабакова и ее дальнейшая жизнь? Мастерская Кабакова в самом начале была тотальная инсталляция, и даже посетители ее были, те же посетители, которые как бы были персонажи тотальной инсталляции, там Акуджава и прочее, прочее, все были, его друзья все, Булатов Васильев, Янкелевский, Гороховский, все это были тотальная инсталляция, заинсталлированы туда, они все очень дружно жили, они создали себе рай, они были окружены адом и создали такой маленький теплый круг рая, все развалился, развалился ад, развалился рай, и все разбрелись по всему миру. мы хотим воссоздать не рай конечно но вот эту атмосферу дружеского какого-то такого плеча для молодых художников куда они приходят и они там что-то делают они там собираются стихи читает и делают вот эти выставки как были когда-то мастерских выставках вы можете принести работу ну конечно это будет под управлением то мастерской бакштейн там насколько он может он более насколько он может он будет смотреть и мы будем как бы тоже сейчас она будет реставрироваться сегодня как бы слава богу там собрали все люди которые сказали что не помогут с реставрацией сначала нужно все это восстановить в оригинальном виде илья сделает рисунки как это было все это описано все это очень государственно официально и мы очень довольны что третяковка это взяла мы подарили картины мы подарили какие-то работы которые туда вернуться и будут там находиться постоянно очень простая история ничего такого не вы будете принимать участие жизни этого проекта насколько мы можем можно тоже как-то не можем все-таки на своя жизнь и мы постараемся помочь чему можно мы работать далее мы постараемся восстановить тоже ситуацию которая была в том смысле что визуально хотя бы как это было там конечно пропало много вещей нам может подберем что-то похожее я не могу сказать что мы там будем жить и дневать и ночевать и как бы управлять мы не будем спасибо большое